Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Эрзон Гейм. И сегодня мы с вами находимся на проекте Арсенал Гейм и в рубрике «Будние работяги» рассмотрим одну из профессий, которая есть на этом острове. А это профессия пожарной. Ну и наверное начнем разговор об этой профессии со снов. Как же туда попасть и как устроиться? А устроиться и попасть на эту профессию достаточно просто. Но нужно состоять в МЧС этого острова. То есть перейти на красный слот. Это одно из подразделений МЧС. А значит вы должны знать правила этого острова и владеть навыками первой помощи населению. А также пройти небольшую инструкцию о том, как же правильно заниматься пожаротушением на этом острове. Ну а далее приступаем к работе. Вы получаете форму, вы получаете машину и дальше ждете вызова. Вызов приходит вам так же как и медикам. И так как вы состоите в одном подразделении Министерства чрезвычайных ситуаций, но в разных отделениях, в случае необходимости вы должны прийти на помощь. И так нам приходит вызов. Вызов выглядит вот таким вот образом. Загорается табличка и по рации вам передается координаты. Данные о вызове и месте возгорания видят все сотрудники МЧС. И медперсонал, и пожарное подразделение. Но тем не менее, при выезде вы обязаны иметь с собой дефибриллятор, для того чтобы оказать медицинскую помощь, аптечку, бинт, максимально большой запас для пополнения противопожарного оборудования, которое вы носите с собой. Также вы должны иметь и инструмент для починки оборудования и автотранспорта. Все это необходимо для того, чтобы прибыв на место пожара, вы могли первыми оказать медицинскую помощь пострадавшим от огня, починить их транспорт и естественно свой, чтобы прибыть на место как можно быстрее. Ну и после того, как я перечислил все необходимое, что должен иметь с собой пожарный, переходим к самому пожару. Выглядит это вот таким вот образом. И тут опять надо сказать, что все, что я перечислил, очень важно. Потому как пожары сделаны таким образом, что если вы загоритесь, то никакой агонии у вас не будет. Вы умрете сразу же. Поэтому, если вы один, не рискуйте. Пожар бесщаден. Если вы работаете один без напарника, лучше самое пекло не соваться, держать расстояние. Еще раз повторюсь, огонь бесщаден, он сразу же вас убьет. Вот. Ну и также, наверное, надо сказать, что одним из самых главных элементов, это вот как раз то самое, запас пополнения противопожарного оборудования. Так как вызовов может быть как и 2, так и 5. Это непредсказуемо. И чтобы каждый раз не возвращаться на базу, запас у вас должен быть приличный. В нашем случае мы вызвали наших коллег для того, чтобы нас немножко подлечили, потому что, ну, огонь нас все-таки зацепил. Неопытные, что тут говорить. И это хорошо, что на тот момент медперсонал присутствовал. Но если медицинского персонала нету, вы как сотрудник МЧС должны оказывать первую помощь как гражданским, так, естественно, и своему напарнику. Поэтому работать одному, конечно же, гораздо опасней. Ну и не могу не упомянуть, это ночные вызовы. Конечно же, ночью в темное время суток и колонна движущихся автомобилей пожарной службы, и сам пожар, и как в нашем случае, например, мы еще и воспользовались помощью наших коллег, медиков, которые нам помогали и подсвечивали все происходящее с воздуха. Это тоже не запрещено, и если медперсонал может и ничем не занят, они тоже действуют сообща с нами, и нам как могут, так и помогают. Это в нашем случае была поддержка с воздуха. Выглядело все очень красиво, впечатляюще, но и это еще действительно помогает, потому что, ну, в темноте сложно ориентироваться, и подсветка сверху с вертолетом, не то чтобы даже выглядело красиво, это просто было действительно необходимо. Можно взаимодействовать с медиками, если они не заняты. Если медицинский персонал занят своей работой, ну, тут придется уже участвовать в пожаротушении собственными силами. Ну, и выглядело это вот таким вот образом, как вы сейчас видите. На какую-то опасность или сложность это никак не влияет, но вот на эффект от происходящего это действительно влияет. Ну, а по завершению, когда вы уже удачно потушили пожары, и если больше нету вызовов, благополучно возвращаемся на базу и поступаем в распоряжение МЧС. Если ваша помощь нужна, то мы ее оказываем. Если нет, то, в общем-то, рабочий день закончил. Работа интересная, работа ненапряжная, она не требует от вас, в общем-то, ничего, кроме вашего участия вот в этой, на мой взгляд, интересной жизни острова. В общем-то, на этом, наверное, и будем заканчивать рассказ вот об этой вот профессии пожарного на проекте Arsenal Game. Если вам понравилось и вы хотите в этом поучаствовать, заходите, подписывайтесь на канал, заходите на проект, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Играйте, получайте удовольствие. Ну и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok